В марте свой профессиональный праздник отмечают сотрудники частных охранных предприятий. Торжественную дату утвердили в 92-м году, когда в России разрешили этот вид деятельности. В нашей стране около 30 тысяч охранных организаций. Что касается Мурманска, то наш город вовсе не слабое звено в отношении безопасности. В городе есть и учебные центры, и даже специальные стрелковые клубы, где готовят компетентных специалистов. Свой профессиональный праздник представители охранного предприятия отмечают по профессиональному. В основном в зале стрелкового клуба, где обычно принято находиться в наушниках и защитных очках. Но сегодня стрелять по мишеням участники события не собираются. Около 740 тысяч человек трудится в данной отрасли всего. В Мурманской области это около 5000 сотрудников работают в данном сегменте рынка. И придавая значение, было принято решение координационным центрам подготовить юбилейные медали и наградить лучших сотрудников в отрасли. Многие из награжденных охранников профессии уже долгие годы. При этом неправильно считать, что в числе специалистов исключительно бывшие сотрудники органов. Например, Павел Сверидов работает уже 20 лет и в полиции раньше не служил. Во время дежурств приходится видеть многое, но применять оружие не было необходимости. Такой факт Павла нисколько не расстраивает. Ведь главная задача охраны, в том числе групп быстрого реагирования, это обеспечение безопасности. Что охранять, защищать приходится? В принципе все, начиная от питейных заведений, магазинов, офисов и всего такого. Во многом деятельность частных охранных предприятий совпадает с задачами полиции. Дело не только в обеспечении правопорядка на массовых общественных событиях. Медали и нагрудные знаки, которые сегодня вручают отличившимся, разработаны совместно с Росгвардией. А поздравления в праздничный день звучат и от руководства УМВД. И отдельные слова благодарности за участие вашего в охране общественного порядка для раскрытия преступления. Потому что практически каждый день вы активно участвуете в раскрытии преступления, задержания преступников. За месяц до праздника руководители предприятия провели среди детей и сотрудников конкурс рисунков. Поэтому сегодня награждает еще и самых талантливых маленьких художников, которые изобразили мам и пап во время работы. А что о папиной работе знаешь? Я, ну, например, он ловит преступников, как полицейский. Ну, его уже повысили, он теперь помощник директора. Ты гордишься папой его работы? Почему? Потому что он хорошо справляется. Помимо дипломов и наборов для рисования, отличившимся ребятам подарили сертификаты на посещение тропической купальни, билеты в кино и боулинг. А у лучших сотрудников ждет еще и премия от руководства. Спасибо.